Приветствую всех на канале Паяльник ТВ. Сегодня мы проведем обзор и тестирование защитного устройства для акустики. Этот модуль выполняет две функции. Защита акустических систем от постоянного напряжения и задержка включения. Функция задержки включения позволяет избежать неприятных щелчков, вызванных переходными процессами усилителя при подаче питания. То есть в первый момент времени внутри усилителя и происходит зарядка конденсаторов, что может вызывать кратковременное появление постоянного напряжения на выходе. Заявленная длительность задержки составляет 3 секунды, а индикация осуществляется зеленым светодиодом. В процессе использования и эксплуатации усилителей звуковой частоты с ними может случиться всякое. Например, сгорит какой-нибудь транзистор, да и любые другие отказы внутренних компонентов зачастую приводят к тому, что на выходе усилителя появляется постоянное напряжение, начиная от небольшого смещения, а в худшем случае и до напряжения питания. Попадание постоянного напряжения на громкоговорители, на динамике, может их испортить или полностью вывести из строя. Чтобы исключить подобные ситуации и применяется рассматриваемое устройство, особенно актуально при использовании дорогостоящих акустических систем. Устройство защиты также пригодится при самодельном изготовлении усилителей. Защита начинает срабатывать при появлении постоянки любой полярности значением менее 1 вольта. При этом устройство сигнализирует красным светодиодом. Быстродействие составляет примерно 0,8 секунды. Колонки будут отключены от усилителя до пропадания постоянного напряжения, то есть пока не устранится причина или неисправность. Стоит отметить, что защитное устройство не вносит каких-либо искажений в аудиосигнал и не изменяет звучание. Здесь управляющая схема производит коммутацию посредством электромагнитных реле, отдельно на каждый канал. Максимальный ток переключения у них по 8 А. На плате имеются контактные площадки для припаивания проводов. Буква R обозначает правый канал L, левый. На контакты IN припаиваются провода от выхода усилителя. Из контактов OUT сигнал выходит на колонки. GND – это земля. Здесь припаивается минусовой выход от усилителя, чтобы устройство могло контролировать выходное напряжение. Минусовые провода динамиков сюда подводить не обязательно. Их можно оставить подключенными непосредственно к усилителю. Схема подключения представлена на рисунке. Модуль имеет отдельное питание. На эти контакты подается сетевое напряжение, которое преобразуется встроенным трансформатором герметичного типа. Здесь я заметил забавную особенность. Один из проводников, по которому поступает сетевое напряжение на первичку трансформатора, проходит через печатный предохранитель. Основой схемы является операционный усилитель LM324. Также на плате присутствует кучка других компонентов. В целом это простая и весьма надежная схема. Здесь указан сайт coolaudio.ru. Там вы сможете приобрести это устройство, а также получить больше информации. Ссылка обязательно будет под этим видео. Плата этого устройства имеет два варианта исполнения. Сейчас у нас на обзоре миниатюрный вариант с использованием SMD компонентов. Но также есть вариант, построенный на выводных компонентах. Он имеет размеры 61 на 108 миллиметров. Этот вариант исполнения, на мой взгляд, выглядит еще лучше, хотя и выполняет те же самые функции. И я думаю, что самое время перейти к тесту. Первым делом я подготовил сетевой провод питания. Отверстия для пайки меня немного огорчили, потому что очень маленькие. Провод не должен быть толстым или сильно залуженным. По этой же причине на вход и выход буду паять вот такие провода. Другие не лезут. После включения в сеть нужно быть внимательным и уже не дотрагиваться до платы руками. Итак, включаем. Происходит задержка, реле отщелкивается и зеленый светодиод горит более тускло. Проверить работоспособность устройства можно с помощью обычной батарейки. Для примера подадим постоянное напряжение на один из входов. Защита срабатывает практически мгновенно. Реле защелкивается и загорается красный светодиод. Как видим, после пропадания по стоянке реле отщелкивается с небольшой задержкой. Так же, как в момент включения. А чтобы проверить порог срабатывания, я подготовил регулируемый источник постоянного напряжения. Сейчас я буду плавно увеличивать и искать пороговое значение. В какой-то момент реле принимает пограничное положение. Для более точного измерения воспользуемся мультиметром. Кстати, быстрое тестирование можно произвести мультиметром в режиме проверки диода. Небольшое напряжение на щупах вызывает срабатывание. Такими способами мы как бы симулировали возникновение постоянного напряжения на выходе усилителя звука. А переменный аудиосигнал этот модуль пропускает, в чем мы убедимся немного позже. Итак, подключать будем вот такой небольшой усилитель. Самодельный усилитель может обойтись в 100-200 рублей, при этом способен испортить колонки в десятки раз дороже себя, что очень обидно. Поэтому устройство защиты здесь явно пригодится. В первый момент времени наблюдается постоянка на выходе. Произвожу симуляцию неисправности усилителя, принудительно разрядив конденсатор. Как только постоянка пропадает, звук восстанавливается. Для чистоты теста посмотрим показания остеолографа. Здесь наблюдается обычный переменный аудиосигнал. Среднее значение V-AV, почти по нулям. А теперь создадим искусственное ЧП. Защита среагировала, и это не случайно, так как у нас появилось смещение в сторону положительного постоянного напряжения. Примерно около 2 вольт. А теперь подключим миниатюрный усилитель на PAM 8403. Модуль защиты на него не реагирует, потому что усилитель исправен, и на выходе присутствует чистый переменный аудиосигнал. Это видно по остеографу. На этот раз будем подключать компьютерные колонки 2 и 1. У них есть странная особенность, что при включении и выключении питания происходит щелчок. Внутри этого короба находится усилитель и сабвуфер. И давайте посмотрим, что поступает на сателлиты. Что и требовалось ожидать. Постоянное напряжение значением около 6 вольт. Итак, я подключил сателлиты через защитный модуль. После подачи питания защита не пропускает по стоянку на колонке, пока она не пропадет. Ну в общем, модуль свои функции выполняет. Теперь давайте измерим энергопотребление устройства от сети. Амперметр подключаю в разрыв одного из проводов питания. Как видим, потребление настолько маленькое, что прибором не фиксируется, даже в активированном состоянии. Токи, видимо, на уровне миллиамперов. Лишь при отключении от розетки происходит небольшой скачок ЭДС. В заключение хочу выделить плюсы и минусы. Первый минус – это чуть-чуть маловатое отверстие для пайки аудиовходов и выходов, а также для проводов питания. Второй недочет – это отсутствие подставок. Было бы приятно иметь в комплекте ножки, к примеру, как у осциллографа. Можно было бы ставить на стол, не опасаясь за контакты с обратной стороны платы. А теперь о плюсах. В сравнении с аналогами данное устройство защиты имеет ряд преимуществ. А именно, высокое качество печатной платы и сборки, порог срабатывания и быстродействия, работает с двумя аудиоканалами, имеет индивидуальное питание от сети, два варианта исполнения, низкое энергопотребление. Плюсов довольно много, и лично мне данное устройство понравилось. Можно будет в дальнейшем строить самодельные усилители, не боясь спалить колонки. Еще раз повторюсь, что заказать данный модуль можно на сайте coolaudio.ru. Ссылка под этим видео. Да, и кстати, спасибо за то, что хорошо упаковали. Все приехало в целости и сохранности. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ и увидимся в следующих видео. Пока!